Слово предоставляется представителю Конфедерации Труда Павлову Игорю Николаевичу. Всем добрый день! Всем каждому спасибо за то, что пришли сегодня на этот митинг. И всем привет от Конфедерации Труда России, которую я представляю. В нашу конфедерацию, это общероссийское профсоюзное объединение, входят профсоюзы медиков, учителей, работников высшей школы, автомобильных строителей, моряков, авиадиспетчеров и работников других специальностей. Наши члены профсоюза против повышения пенсионного возраста. Поэтому и наша конфедерация против повышения пенсионного возраста, против этой так называемой пенсионной реформы. И поэтому мы не участвуем ни в каких рабочих группах, которые призваны внести какие-то дополнения в эту пенсионную реформу, потому что это попытка завернуть какашку в красивую бумажку и выдать нам это как вкусную конфетку. Ну, со временем последнего митинга произошло ряд событий, из которых я выделю только два. Первое. Стало очевидно, что референдум нам не провести. Нас переиграла власть. Она создала подставные группы, инициативные. И теперь коммунистической партии просто не собрать в 40 регионах, не зарегистрировать эти свои инициативные группы. Так в Петербурге 22-го состоялось собрание. 23 августа отдали документы в городскую избирательную комиссию. Но 23 августа городская избирательная комиссия зарегистрировала какую-то другую инициативную группу. Ну, о чем это говорит? Какие из этого можно сделать выводы? Выводы простые. Нам твердят, вы живете в правовом государстве. У нас верховенствует закон. Нет у нас никакого правового государства. Нет закона. У нас всем правит власть. Если власти было нужно, она быстро, организованно провела референдум в Крыму. Если даже весь народ будет требовать референдума в России по поводу повышения пенсионного возраста, а власть не хочет, то этого референдума не будет. Второе событие это обращение Владимира Владимировича Путина к нам, к народу. Ну, я прекрасно помню его слова. В 2005 году, когда он сказал, пока я президент, повышения пенсионного возраста не будет. В 2015 году, отвечая на вопрос прямой линии, он тоже сказал, что ну как мы можем поднимать пенсионный возраст до 65, если у мужчин продолжительность жизни 65,5. Это значит, отработал свое и сразу в деревянный ящик. Поэтому, когда перед выступлением у меня таилась надежда, да, я надеялся, что президент, как он это уже однажды делал, когда РЖД и правительство решили отменить пригородные электрички, что он одернет свое правительство, что он скажет, вы че, товарищи министры, охренели что ли, как можно повышать до 65 пенсионный возраст мужчинам, когда в 65 регионах средняя продолжительность жизни мужчин меньше 65 лет. Но, как вы знаете, президент, мотивируя это заботой о нынешних пенсионерах и о будущих пенсионерах, поддержал повышение пенсионного возраста, поддержал пенсионную реформу. Но я бы хотел обратить внимание на один только момент его выступления. Я на прошлом митинге говорил, что у правительства деньги есть. И президент, в отличие от Медведева, который сказал, денег нет пенсионерам, ну вы держитесь, президент сказал, что деньги есть. Их хватит еще на десяток лет для того, чтобы нормально функционировала пенсионная система. А потом деньги кончатся. А почему деньги кончатся-то потом? На что вы, господин президент, на что это правительство министров работаете, работаете как рабы на галерах, как говорил Путин. Повышайте зарплаты, повышайте уровень жизни, развивайте экономику, здравоохранение улучшайте, чтобы реализовать свою программу 80+. И за 10 лет увеличьте продолжительность жизни на 10 лет. А вот после этого проводите пенсионную реформу, повышайте пенсионный возраст. Тогда мы не будем против этого повышения. Кстати, единственная властная организация, это Совет по правам человека, они выдвинули именно эту идею. Они предложили начало реформы перенести лет на 7, на 10, до 25-го года или позже. Ну, что произошло, то произошло. А как говорят, все, что не делается, делается к лучшему. По крайней мере, сказка про доброго царя и злых бояр, она теперь не актуальна. Путин после своего выступления показал, что... Спасибо. Что он такой же, как свои бояре, президент. Все они одного поля ягода. Нам, нам стало ясно, что никто не даст нам... Правильно, никто не даст нам избавление. Ни Бог, ни царь и ни герой. Никто не поможет нам избавиться от этой пенсионной реформы, кроме нас самих. Только мы своей собственной рукой можем отстоять наши интересы. Что же делать, да? Силы на сегодняшний день, конечно, неравны. У правительства огромные финансовые ресурсы. У него все силовые структуры. Вон ОМОН, который вокруг стоит. Прокуратура, суды и... У него поддержка продажных СМИ, которые уже перестали быть СМИ. Они стали средствами массовой пропаганды, а не СМИ. А что у нас? А у нас... А у нас отобрали самое главное наше оружие, да? У нас нет права на проведение забастовки против социально-экономической политики правительства. У нас есть право на митинги. У нас есть право на акции. У нас есть солидарность. У нас есть вера в то, что наше дело правое. Правда, это не значит, что мы победим. Но все равно наше дело правое. Поэтому нужно... нельзя опускать руки. Нужно продолжать бороться. И тогда мы можем победить. Нужно верить. Товарищ, верь. Взойдет она, звезда пленительного счастья. И на обломках этой власти напишут ваши имена. У нашего профсоюза МПРА, межрегиональный профсоюз работников, международный, межрегиональный профсоюз, рабочая ассоциация, есть кричалка, лозунг. Когда мы едины, мы непобедимы. Давайте все вместе. Когда мы едины, мы непобедимы. Когда мы едины, мы непобедимы. Спасибо. 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 Спасибо.